ну и продолжает наш эфир программа леона майнштейна голос здравого смысла здравствуйте леон добрый день я думаю нас сегодня будет оригинальная тема для передачи о которой никто вообще даже не упоминает нет и никто не знает не помнит не слышу и не говорит а именно о выборах которые идут по сей день начнем смотрите давайте давайте попробуем какую-то перспективу выработать потому что говорить просто я понимаю что у всех у всех у всех тех кто против скажем советской власти был шок но давайте подумаем так сказать действительно ли мы должны находиться в шоке или мы должны понимать сказать себе мы этого ожидали и она разворачивается к сожалению никто не может сказать кроме предсказателей будущего чем она закончится но по крайней мере вполне не то что надо было ожидать а просто сказать мы все ожидали вот именно того что она и произошло а что же такое и почему а мы это ожидали значит напоминаю всем вашим слушателям их и зрителям что приблизительно пять лет тому назад тот момент когда трамп сошел с лестницы таскать с четвертого на третий этаж если не ошибаюсь здание в манхэттене где у него дом перед толпой корреспондентов и прочее и сообщил что он собирается участвует президентской гонки потому что он просто в состоянии шока ужаса того что происходит со страной как эту страну с его точки зрения разворовывают продают и разрушают самое лучшее что было построено ну по крайней мере как он говорил я так тоже считаю лучшее за время обозримое время которое мы ему сказать знаем может лучше когда-то было что-то построено но по крайней мере мы в этом не знаем то есть государство самым лучшим самым хорошим устройством для тех людей которые работают хотят работать хотят добиваться в жизни каких-то благ интереса заниматься своим творчеством или заниматься своими семьями мечта еще все это было позволено с помощью технологии которые этот мир уже получил но как выяснилось технологии технологиями но когда они используются скажем так сказать людьми социалистического направления то эти технологии работают против людей совсем не помогают им жить и вот та великая страна которая 230 практически лет тому назад с момента написания книги томаса пайна common sense исповедует определенный скоба ценз это сказать я собственно название этой программы взял с этой книжки здравый смысл а начиная вот с этой книги памфлета 56 страниц и началась та америка которую доналд трамп сказал пытаются разрушить и несмотря на то что над ним все смеялись поначалу пока то сказать не прошли его программу пока не поняли что за вот таким вот взъерошенным так сказать оболочкой и фасадом скрывается думающий умный талантливый человек который беспокоится не только о себе как большинство политиков и который не имеет идеологии как большинство политиков которые просто хочет чтобы вот разумно с помощью здравого смысла америка стала лучше жить американцы а причем именно вот мы с вами средний класс вот с этого момента на него начали нападать и 4 даже стал 5 лет непрерывного нападения непрерывного и грязи непрерывного какого-то смешивания с чем угодно да так сказать включая дерьмо а за это время при этом человек при том что мы знаем что почти три года проходил так сказать процесс при котором его пытались поймать либо на связи с россией либо на чем либо угодно другом 28 лет тому назад а вдруг он вас сговор вошел с мафии а вдруг он кому-то давал взятку а вдруг он переплатил не доплатил и прочее ничего не достигли потом импичмент по поводу украинского разговора который когда поступила расшифровка стало понятно что никто никого не пытался шантажировать но тем не менее и того в этой во всей атмосфере он сделал несколько потрясающих совершенно дел значит я начну с внешней политики да ну скажем во время его правления впервые по моему за современную историю за четыре года его правления не было начато ни одной войны но зато при этом он у нас следовав кучу очагов военных сумел их погасить как-то разгромил халифат и билда и больше они перестали убивать людей на франции канады и бельгии америки и тому подобное они перестали делать террористические акты к ним перестали ехать сотни и тысячи волонтеров которые загорелись идеи успеха вот такой вот исламского халифата нету больше исламского халифата после этого он в общем погасил те старания россии которые позволил это было самое большое фиаско международной политики америки по-моему за все так сказать существование америки когда россии позволили залезть обратно на на ближний восток и там и там таскать называется увековечиться до построить там базы влезть туда с самолетами со своими газами ядовитыми и того подобное он в общем сказать несколько серий серии своих действий прекратил их амбиции и сделал их безумно невыгодными для россии сначала показав что не надо если он говорит что не нужно газ разбрасывать на мирное население они разбрасываются сначала пятьдесят девять томагавков пошли раздолбали аэродром с которого россия вылетнуть привозила газ и сбрасывала их потом взлетала с этого аэродрома потом когда значит наемники якобы значит не российские войска якобы наемные хотя они все здесь в армии служат у всех там погоды лычки и того подобное пошли отжимать заводик им показали что не нужно этого делать потому что там стоят американские войска а потом израильтянам добавили вооружение помощи и стратегическая разведка помогала израильтянам после чего трамп совершенно фантастическим мудрым решением который мы никто не понимал в тот момент убрал около тысячи наших солдат которые стояли тонкой преградой разделяющим забором так и назовите как угодно между значит бандюгами сирийскими которых поддерживает значит россия путин и бандюгами и сирийскими которых поддерживает эрдоган и они друг с другом не дрались а наоборот россия с турцией завязала прекрасные отношения продавали начали продавать им ракетные установки тем что трамп убрал вот эту вот прослойку и сказал им ребята вы хотите хороших отношения и вот у вас возможность есть хороших отношений носкносо ли тут же передрались один тут же стали врагами они тут же стали драться друг с другом они попытались разрулить ничего не получилось и стали бомбить друг друга убивать друг друга они наших солдат вот пушетесь рима пытались искать наших солдат там прихлопнуть и обвините нас в чем-то после чего Ну, скажем так, с Китаем Прищемили Китай Заявили Китай, что он будет Нас обманывать, то мы Не дадим его товарам распространяться По Америке Трамп восстановил НАТО Которое практически разваливалось И теперь туда все эти страны Которые там были и не платили туда ничего Мы платили за их оборону Вносят деньги и большие для переоборудования Своих армий Он создал ситуацию На Ближнем Востоке Когда один за другим Суннитские государства Стали подписывать договора с Израилем Для того, чтобы Создать блок против Ирана И против России Израиль, Америка и суннитские страны Включены Он вышел из ЮНЕСКО Который был антисемитским И сказал, что он не потерпит Если ООН будет продолжать обвинять Израиль В тех преступлениях, которые на самом деле Делали мусульмане и арабы Взаимоотношения с кучей других стран Японии прекрасное С Мексикой, с Канадой Несмотря на то, что там Социалистические правители находятся сейчас У правителей, я бы даже сказал Тем не менее Подписали новый договор Который значительно более всем выгоден Чем то, что оставляет производство Здесь, в нашем треугольнике Они не вытаскивают его за пределы, скажем, в Азию Если говорить об экономике То совершенно потрясающие вещи были сделаны Приблизительно треть тех предприятий Которые во время Обамы ушли Из Соединенных Штатов Америки В Азию, Мексику и тому подобное 30 тысяч, приблизительно 70 тысяч уже вернулось обратно И перестроились Улучшились, увеличились Поставили новое оборудование и тому подобное То есть у нас шел потрясающий взлет И экономики И ощущение у людей От того, как и что У них в жизни происходит И будет происходить завтра То есть самоощущение бизнесов Small business, большого бизнеса Покупателей Здравоохранения, кого угодно Был потрясающе Что произошло, то произошло Но на сегодняшний день Я бы сказал так Страннейшим образом Трамп, который по всем данным Побеждал Вдруг В течение одной ночи Где-то в 2.30 стало понятно Трамп победил, можно идти спать К 6 утра Выяснилось, что все не так Все наоборот Какие-то новые Совершенно непонятно откуда Взявшиеся бюллетени В одном штате 112 тысяч В другом штате 136 тысяч И все как один Забайдена, 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 забайдена Что по статистике По-моему, по теории вероятности Практически невозможно То есть, наверное, возможно Но одна миллионная доля процента Чтобы пришло 112 тысяч Неоткуда взявшихся бюллетеней Все были бы забайдена Из-за демократов Это немножко напрягает Кроме того, мы уже знаем О десятках и сотнях историй О сотнях, тысячах уже историй О том, как выгоняли Или не говорили обозревателям Которые должны обозревать Весь процесс От республиканской партии Где идет проверка И подписание документов Как им говорили Что все мы закончили на ночь Они уходили И вдруг люди вызывались обратно И без 400 тысяч бюллетеней Посчитали Без того, чтобы кто-либо Что-либо видел Мы уже знаем Как отгоняли с помощью местной полиции На 20-30 ярдов Обозревателей от столов А зачем они туда обозревают Им вообще ничего оттуда не видно На что они туда будут смотреть Просто обозревать Вот Так что Очень похоже Что было сделано Огромное количество вещей Которые и привели к тому Что страна Которая ожила Которая стала лучше жить 56% сказали Что даже во время ковида Они живут лучше Чем при Обаме Фантастика И эта же страна Вдруг проголосовала Против Против Трампа Что безумно странно Безумно 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 Странно И вызывает Естественно Всякие Неприятные ощущения Того Что Ну Давайте еще добавим К этому Что После того Как мы вдруг обнаружили Что ни одно средство Массовой информации И ни один Значит Социальная Ни одна социальная сеть Не дает нам Свободно говорить То что мы хотим А снимает Даже президентские Туйты То что четвертое По величине Газеты Соединенного штаба Америки Пишет о своем Расследовании Никто об этом Стране не знает А все остальные Молчат То стало совершенно Понятно Что это заговор Что это Огромная работа Была проведена Для того Чтобы Пресса Замолчала Все что Не происходило бы Отрицательного До Байдена Или положительного Для Трампа Все это Замолчивалось Не давалось А гомодовалась Прямо Противоположная Правде Информация Значит Вот Если люди Абсолютно Заблокировали Все возможности Общаться Друг с другом У меня Вот Вчера вечером У меня в очередной Восьмой раз Вырубили Ютюб Он принадлежит Гуглу Значит Пока еще Фейсбук работает Пока еще Мой сайт Значит Leon Weisner Точка Блог Тоже работает Значит Насколько долго Я не знаю Потому что Гугл Может прекратить В любой момент Доступ Любого человека К любому сайту На пространстве То есть Выяснилось Что Когда большевики Говорили Надо взять Почту Телеграф И телефон Они были Абсолютно Правы Потому что Вот тогда Значит Никакая информация Никуда Не поступает Можно Врать Сколько угодно Делать Все что угодно И ты В любой момент Абсолютно Можешь Обманывать Народ Сколько угодно Потому что Народ Никаких Других Голосов Не слышит То есть Мы абсолютно В ситуации Советского Союза Мы абсолютно В ситуации Я не знаю Там По-моему Даже хуже Чем В путинской России На сегодняшний день По-моему Хуже Чем У этого Самого Зеленского Зеленского Потрясающе Потрясающе С нами Хуже Чем В Белоруссии Может быть Сравниваем Только С Венесуэлой Где Вообще Все Запрещено И вот В этот Самый Прекрасный Момент Мы Понимаем Что Раз Они Могли Все Это Сделать Значит Они Могли Вбрасывать Сотни Тысячи Десятки Тысяч Бюллетеней Значит Они Могли Делать Все Почему Если Нам Заткнули Рот Заткнули Глаза Заткнули Уши Не Дали Возможности Общаться Восемь Твиттер Президента Президента В день В ночь Выборов Твиттер Не Пропустил То есть Это Просто Это Полная Фантастика То есть Они Знают Точно Что Они Никому По закону Отвечать Не Будут Вот Вот Такая У нас Сережа Ситуация На Сегодняшний День И И поэтому Я абсолютно Сто процентов Уверен Что мы Свидетели Заговора С целью Смены Правительства Который Пока что Очень успешно Проходит на территории Соединенных Штатов Америки И показывает Что Мы двинулись Очень Серьезно Близко К Тоталитарному Государству Да Что касается Гугла Тиви И так далее Я вчера вернулся Домой Вечером Посмотреть Новости Какие Потому что Ну я обычно Смотрю Факс Ньюс И иногда Переключаюсь На СНР А Факс Ньюс Днем смотреть Стало Даже не днем Начиная С ночи Выборов Когда я немного Посмотрел Факс Ньюс Я сказал Ну какой Биэс Когда они Вдруг отдали Победу В Аризоне Байдену И А я так Я работал Я не знаю Говорил я вам Или нет Я работал Судьей На избирательном Участке 16 часов В общем Ночь такая Бессонная День очень Длинный И мы собирались В компании Всегда традиционно В день выборов И следили за тем Что происходит Я просто уснул И вот Проснувшись Посмотрел И меня так Резануло Все то Что происходило На Факс Ньюс Я Так сказать И вот В последующие дни То что там происходит Во-первых У меня резануло Лого Вот это 20-20 Демокраси Это слово Которое заезжено Демократами Уже превратилось В нечто Совершенно иное Приобрело Иной смысл И когда на Факс Ньюс Появляется Вот эта заставка 20-20 Демокраси Меня начинало Потихоньку Трясти Так вот Днем смотреть Невозможно Потому что идет Подыгрывание Байдену Явное Причем не скрытое Подыгрывание А вечером Хотел посмотреть Интернет Не работает Телевизор Не работает И все это было Где-то часов До полдевятого Вечера Они мне пообещали Сообщить Когда они восстановят Там у них проблемы И так далее И так далее То есть вы абсолютно правы В один момент Могут отключить Все И телефон Попробовал на телефоне Там у меня Тимобил Думают Там хоть посмотрю А он еле тянет Там один бар Сигнал слабый Ничего не показывает В общем Оставили на какой-то Отрезок времени Отключили От внешнего мира Абсолютно Не говоря уже о том Что постоянно банят В фейсбуке Группу банят Посты банят Меня в бан Отправляли на месяц Наши либеральные адвокаты Резонно заявляют Что свобода слова Это имеется ввиду Что правительство Не может вам запрещать Говорить Или публиковать Что-то А частные корпорации Типа Это их право А если мы посмотрим Кто же рулит В этих частных корпорациях То мы К своему удивлению Или не удивлению Отнаружим Что В этих самых Гребанных корпорациях Рулит То же самое Правительство Только из предыдущей Администрации Там сидят Те же люди Которые работали На Обамовскую администрацию Так вот Правительство Нас глушит Или не правительство Формальное правительство Или теневое Правительство Нас глушит Во всяком Во всяком случае Нас глушит Вот в Джорджии Объявили Что будет пересчет Голосов И Как-то неопределенно Еще по-моему В Аризоне Якобы Правда тоже Подтверждения Не нашел Но якобы Секретарь Остейт Сказал О том Что будет пересчет Голосов Теперь о фальсификации На самих участках Где я работал В принципе Там как бы Нет смысла Фальсифицировать Там порядка Я не знаю 900 человек Прошло Проголосовало Приходят Люди Сверяются Подписи Ну то есть Даже если там Какие-то ошибки Были допущены То это мелочи Они принципиально Не повлияют На ситуацию Но вот то Что сейчас происходит В Пенсильвании В Вискансине В Мичигане Вот это да Вот это просто Просто не укладывается В голове Ни на какую голову Не натянуть То есть Те свидетельства Которые поступают От очевидцев Вопрос в том На самом деле Сергей Можно ли Доказать Что-то Потому что Одно дело Сказать Это и так понятно То есть Когда приходят 112 тысяч бюллетеней Вдруг Которых не было До того В 2 часа 30 Утро не было А в 4.30 Друг они появились 112 тысяч бюллетеней И чтобы Сто процентов Их Не 99,8 Десятых Не 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 60 Не 34 Да Сто процентов Их Были За демократов Это вызывает Естественно Оторых И Вызывает Такое ощущение Я сразу же кричать Подлог Пожар Но одно дело Это вызывает Ощущение А другое дело Доказать В суде Который Обязательно Будет по этому поводу Что этого Не может быть Демократы Будут говорить Для нас Такой же Был сюрприз Как и для вас Дальше что Давайте Попробуем Принять звонок У нас Остается до перерыва Буквально пару минут Добрый день Пожалуйста Добрый день Серега Добрый день Леон Это Светлана Спасибо большое Леон Что вы вышли К нам на передачу Потому что Я все время Слежу за вашим Блогом За вашими Выступлениями И Хотелось бы Конечно Вашего тоже Обзора Мы очень сильно Конечно Все расстроены Переживаем И С таким тяжелым Сердцем Просто Знаете Ну Это конечно Депрессия Полнейшее Разочарование Страшное Хотя мы все В принципе Предполагали И были Предупреждены Ну я думаю Что народ Таки вышел Просто эти Страшные Страшные Махинации Которые Наверняка И раньше Творились И она Здесь Полнейший Различных Махинаций Различного Фрода Хайтека Плюс Вот эти Страшные Подтасовки Вброс Но вы знаете Мы все Сейчас хотим Выпустить Пары И с кем-то Конечно Со своими Соратниками Мы делимся Но я бы Хотела Вы знаете Попросить Может быть Вас Сережа Вас Леон Может быть Что Что можно Сделать Простому Рядовому Человеку Наверное Есть Во-первых Фонд По-моему Компании Трампа Чтобы люди Наверное Посылали Деньги Потому что Это Очень Большие Деньги На эти Летикейшн На эти Суды И это Не Денег Республиканской Партии Мы Как простые Люди Теперь Должны У нас Теперь Больше Нет Выхода Мы Должны Помочь Материально И Если Можно Опубликовали Его Телефоны Я знаю Что Создана Горячая Линия Если У людей Есть Точные Факты Не просто Вот они Слышали Где-то Точные Факты Может быть Подтверждением С какими-то Снимками Звонить И передавать Вот это Все Если У вас Есть Телефоны Или Вебсайты По-моему Это Горячая Линия Которая В Вашингтоне Она Или Варлинг Где-то Создана Специально Для того Чтобы Люди Направляли Все Свои Подтверждения Если Вы Могли Опубликовать Именно Сейчас Потому что Нужна Срочная Помощь И нужно Дать Нашим Людям Понять Помимо Того Что Мы Конечно Все Жалуем Мы Сейчас Все Все Понимаем Все Эти Безобразия Которые Случились Они Случались В течение Четырех Лет И Даже Раньше Но Сейчас Это Невозможно Мы Должны Помочь Помогите Вы Тоже Опубликовать Вот Эти Нужные Направления Спасибо Большое Спасибо Очень Правильно Перед тем Как Мы Я хочу Сказать Я абсолютно Согласен Пожалуйста Господа Мы Найдем И опубликуем Данные О Легал фонд Который Создан И Линии Красной Линии Или Как она Называется Потому что Сообщать Все Что Кто-то Действительно Знает Спасибо Большое За этот Звонок Вы Совершенно Правы Обязательно Надо Участвовать Кто Сколько Может 20 Долларов 10 50 200 Кто Сколько Может На моей Страничке Фейсбук Есть Линк Иллиной С Джопи Короче Это сайт На который Вы можете Заполнить Репорт Если Вы Столкнулись С нарушениями Явными Я его Сейчас Еще раз Расшерил Так что На моей Страничке Фейсбук Есть Линк На этот Сайт Куда Вы можете Сообщать О нарушениях Во время Выборов Ну а Что касается Фонда То Это Действительно Так Предстоит Огромная Работа Юридическая И Это Стоит Огромных Денег Вот тут Линдзи Грэм Отличился Полмиллиона Долларов Из своего Фонда Перечислил Фонд В юридический Фонд Трампа С тем Чтобы Они могли Вести Юридические Баталии С С Теми Кто Фальсифицирует Выборы Я вижу У нас все Линии горят Но мы Сейчас сделаем Небольшой Перерыв Послушаем Наших Рекламодателей После чего Вернемся Обязательно Продолжим И примем Все звонки Так что Никуда не уходите Оставайтесь с нами Возвращаемся В программу Леона Вайнштейна Голос Здравого Смысла Телефон В студии По-прежнему 847 400 5 200 И как я Обещал Давайте Примем Звонки Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Спасибо Леон Большое вам спасибо Особенно За вашу передачу Я вот что хотел Сопеть Мне кто-то На компьютер Прислал Ваше интервью С доктором Зеленко Я хочу сказать Что оно у меня Суспор существовало Считанное Часы Может полдня И когда я потом Хотел его Еще обнаружить И переслать Оно исчезло Но не совсем А с какими-то Объяснениями Не очень понятными Не могли бы Объяснить Что за ситуация Создается Такая Спасибо Ну если честно сказать Я просто не знаю Потому что Я там не проверял Сегодня Но на уровне Вчерашнего дня Интервью Находится На И у меня На веб-сайте И на ютюбе И по-моему На Там сам На фейсбуке То есть Я не знаю Чтобы что-то Такое там было Неправильно Я проверю Добрый день Пожалуйста Алло Да пожалуйста Здравствуйте У меня Такой вопрос Я уже вчера Задавал Смотрите Я не совсем Понимаю Как это Можно Не обнаружить То сказать Или Не доказать Воровство Или там Вбрасывание И так далее Смотрите Что мы имеем Мы имеем Перечень Населения Конкретного Города Это было Недавно Мы имеем Фамилию Адреса На конвертах Которые Почта Посылал Мы имеем Данные С почтовых Отделений Куда И когда Они там Посылали Так Этого В принципе Достаточно Чтобы проверить В принципе Соответствие Всех Голосовавших Перечню Населения Выявить Тех людей Которые Не участвуют Вообще Не должны Голосовать Кроме того Выяснить Что конкретно Вбросилось И когда Это дело Было Понимаете Потому что На самом деле На участке Там нечего Проверять Потому что Очевидно Есть такие Программы И эти самые Демократы Этим пользуются Они наоборот Берут там Просеивают Все эти самые Конверты Для того Чтобы убрать Всех Республиканцев И поэтому Они приносят Демократов Всегда можно Выяснить Недостающие Я не совсем Это понимаю Как вы считаете Для этого Я не знаю Технологию Но раз Подают в суд И требуют Пересчета То каким Каким-то образом Этот пересчет Будет происходить Если я правильно Понимаю Будет происходить Не теми людьми Которые считали А какими-то Другими людьми И потом Для того Чтобы производить Пересчет Необходимо решение Суда Как мы знаем В этих штатах Суды уже Отказали Искам Поэтому Следующим этапом Будет апелляционный Суд И потом Если апелляционный Суд Не удовлетворит Иск Тогда будут Обращаться В Верховный Суд И как поведет Вся Верховный Суд Одному Всевышнему Известно Добрый день Вот вы говорите Какие должны Доказательства Ведь сам Этот бидон Говорил Когда у него Было затмение Разума Он сказал Правду Что они Подготовили Замечательную Программу По Фальсификации И потом Эпстейн Демократы Кое-какие Вопросы Которые Звонившая Нам Женщина Задала Оттого Что это Ясно Чисто Понятно И тому подобное Это не есть Доказательство В суде Скажем так Теперь Достаточно Сложно Доказывать Что бы то ни было Потому что Надо иметь Очень много Фактографического Материала Вот например Там Если Условно говоря Выяснят Что в Ризоне 3500 Было Обманов И скажут Что мы выяснили Всего Какой-то Маленький Процент А остальные Нам мы просто Не поймали То любой суд Скажет Когда поймаете Вернетесь Обратно Потому что Разница 30 тысяч Голосов Вы Опротестовали Три Та сторона Говорит Окей То есть Сейчас плюс 27 тысяч Понимаете А поймать Все безумно Сложно Почти Невозможно Несмотря На утверждение Вот мужчины Которые звонили До того Я не думаю Что это такой Легкий процесс И я не думаю Что те люди Которые подготовили Всю эту программу Захвата власти Вот так вот Лохнулись И по этому поводу Ой не подумали Значит подумали И по этому поводу Тоже Значит не на авось Они это бросили Люди Которые могут Уговорить Все Социальные сети Все газеты Все телевидение Все радио США За исключением Единиц Они Которые могут Сломать Fox News Да Потому что То что сейчас Происходило в ночь На выборы Fox News Это Предательство Так сказать Иначе как Не назовешь Да Такая подлый Подлый удар В спину В самый последний Так вот Эти люди Которые могли Все это организовать Которые Выходят на этот уровень Которые могли Всех собрать В кучу И несмотря на то Что это Дичайшее нарушение Всех Конституционных Наших прав Дичайшее Совершенно Вот Тем не менее Они на это На это Пошли Я думаю Что они продумали И дальше шаги тоже Да К сожалению И Карман у них Настолько Глубокий Поскольку В этот карман Сливаются Бенки Деньги От больших Технических Биг Тек Так называемый Там же И военно-промышленный Комплекс Который Заинтересован В продолжении Войны В открытии Новых войн Там В общем И миллиардеры Все Все там Так что денег Там как у дураков Антиков Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Скажите пожалуйста Хоть какой-то Микровариант Есть у Трампа Чтобы Его волей Как говорится Его росписью Остановить Ну Снова Объявить Выборы И эти считать Недействительными Боюсь Что нет Но Лучше у вас Спасибо Нет У президента Нет такой Прерогативы Мы Демократическая Республика А не Скажем Так сказать Диктатура Не что-то еще Решение Я не думаю Что вообще Новые выборы Возможны Единственное Что возможно Это Решение Верховного Суда Если соберется Дело Что сейчас Извиняюсь Я так перескакиваю Сейчас Все что подано В суд То подано В разных Штатах Значит То есть Подано Это пока Не федералами Значит Когда соберутся Похожие Вещи Из разных Штатов И когда Будет Достаточно Доказательств В разных Штатах То тогда Федеральное Правительство Может Подать Иск Который Уже Будет Теперь Не Внутриштатский А Как бы Всеамериканский И вот Тогда С этим Будет Совершенно Точно Разбираться Верховный Суд Который Все это Господа Все это Время 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 А у нас Время Тикает Если до 20 Ну на самом деле До 14 Января Декабря 14 декабря Трамп закончил 14 декабря Конгресс Должен Утвердить Засертифицировать Выборщиков 14 декабря Да Вот Так вот Если значит Этого Не произойдет То Президенство Трампа Закончилось И там Вступают Силу Там Я не Специалист Я так сказать Считал Что одним Образом Какие-то Люди Говорят Немножко Другим Но Суть Следующая Дальше Потом Решают Некие Другие Органы Например Конгресс Если Конгресс Не может По какой причине Решить То Верховный Суд 12 Поправка 20 Поправка Конституция Не для моего Нетрелированного В эту сторону Мозга Но понятно Что Президент Не может Ничего Отменять Он не тиран Не может Ввести войска Не может То Не может Все Что И хорошо На самом деле Потому что К сожалению И та сторона Тоже Может оказаться В такой ситуации При которой Она Может ввести войска Будучи У власти У руля Я только боюсь Что как и Путин Они из власти Потом уходить Не собираются Потому что На сегодняшний день У них будет Если Продолжится И окончится Этого Канали Победа И Байдена Официально И тому подобное То белый дом Будет в руках У демократов Конгресс В руках У демократов Значит У них Остается Три вещи Первое Это Сенат Они решают Это следующим образом Значит Они собираются Принять Пуэрту Рико В качестве Штата 51 Штата Это сразу же Придносит Двух Новых Сенаторов Сенат Демократических И Они будут Пробивать Как минимум Один голос Одного сенатора От Колумбии Что округ Колумбия Севаст Там нету Значит Это уже Три Демократических Сенатора И дает им Полный перевес В В Сенате Уже не говоря О планах Разделить Калифорнию То ли на Два То ли на Три Штата И получить Там То ли Четыре То ли Шесть Абсолютно Демократических Либеральных Сенатов Теперь Второе Это Верховный Суд Как только У них В Сенате Оказывается Большинство Голосов Они тут же Засовывают В Верховный Суд Еще шесть Совершенно Оголтелых Как у нас Говорят Партизанских Судей То есть Которые Судят Не по Принципу Конституция Соответствия И прочее А по Принципу Это Для Моей Идеологии Оно Хорошо Или Плохо Значит Суд Становится 15 Человек Из которого Большинство Будет Девять Будет Демократы Либералы Социалисты Коммунисты Может быть Они даже Засунут туда Барака Обаму Чтобы сделать его Председателем Нашего Верховного Суда А Последнее Что и Остается Это население Которое Может На всякий Случай Через Четыре Года Взять И проголосовать Другую Сторон Но Это Решается Следующим Образом Они Об этом Уже Много Говорят Они Всем Там Одиннадцати Или Двенадцати Или Пятнадцати Миллионов Нелегалов Которые Сейчас Находятся Дают Дорогу К Получению Гражданства И До Выборов 2024 Года Они Подписывают Еще 15 Миллионов Человек Которые Имеют Право Голосовать И Конечно Голосуют За Демократов Потому Что Они Подарили Демократы Подарили Такую Потрясающую Вещь Как Гражданство И Возможность Сосать Что Называется Грудь У Американского Капитализма Вот Так Что Получив Огромный Перевес В голосах Имея Верховный Суд Имея Конгресс Имея Сенат Имея Я Честно Говоря Не Представляю Себе Чтобы Социалисты Фашисты Коммунисты Называйте Как угодно Добровольно Покинули Власть Да Добрый день Пожалуйста В эфире Можно ли За оставшееся Время Которое Есть У Трампа Судить Байдена Его сына Хиллари Ну Всех Кто Нарушил Закон И для Этого Наверное Нужно Очистить Болото Следственных И судебных Органов FBI CIA DOJ Можно ли Это сделать Если за Четыре Года Знаете Это же Не борьба Демократов С республиканцем Или Трампа С конкретным Кланом Каким-то Это Борьба Огромного Гигантского Бюрократического Или политический Тире Бюрократического Аппарата Все партии Там завязаны Через Детей Через Племянниц Через Общие дела И тому Подобное Вот этот аппарат Против Пришедшего Чужака Который Хочет У них Отобрать Их хлеб Они там Присосались И они Мед Из нас Выкачивают С молоком Вместе А он Хочет Лишить Их Этого Заработка И нормальной Жизни И не дай бог Пойти Что называется Работать С девяти До пяти Поэтому Сопротивление Дикое Поэтому Даже при Изменении Вроде Людей Верхушки ФБР Мы все равно Получили Там Абсолютно Антитрамповских Людей То есть Даже не то Антитрамповских Забюрократических ЦРУ Все то же самое Привели Вроде Человека Со стороны Оказалось Что она такая же Как предыдущая И точно так же Боится За свое место Ненавидит Поэтому Не знаю Как можно За последние Четыре месяца Три месяца Уже Даже Как Ноябрь Декабрь Два месяца Уже осталось Как можно За два месяца Взять кого-то Убрать Кого-то Поставить Вы понимаете Что при Абсолютном Молчании Стены Молчания В которую Нас засунули Все те Через кого Мы получали Информацию И абсолютной Дезинформации Которая К нам поступает То мы даже Не будем знать Об этом Просто Знать об этом Не будем Просто Перегрыли Твиттер Президенту Закрыли Всем остальным Их твиттер Их там Фейсбуки Ютуба Я не знаю Что-то еще Это все Закончилось Просто У нас происходит Революция Захват власти И он происходит Таким образом Что если Вот сейчас Не произойдет Ну почти Что чудо И если Трампу И его команде Очень быстро Не удастся Доказать Что был Массивный Обман Массивный Обман То мы Имеем Байдена Значит я вас Уверяю Что в ближайший День Два Так сказать Нам объявят Что Байден Получил уже Там 300 Выборщиков Из 270 То есть С точки зрения Так сказать Избирателей Комиссии Он будет Легитимный Президент Президент Элект И будет Безумно Сложно Уговорить Людей Которые Работают У Трампа На то Чтобы ради Трампа И ради Сохранения Этого Порисковать Своей Всей будущей Жизнью Будет Безумно Сложно Это сделать Это сделать Каким Образом Эти дела Открывать И тому По Только Та группа Людей Которая К нему Прибилась Уж так Близко Что Его падение Означает Их падение И что У них Никакого Будущего Нет Если Не будет Трампа Только Этих Людей А еще Я вам Гарантирую Что еще Пролет и Года Будет Огромное Количество Судов Против Всей Трамповской Семьи Всей Его будут Пытаться Семью Выдавливать Из Штатов Потому Что Он Опасность Через Четыре Года Может Оказаться Рупором Нашим И поэтому От него Будут Избавляться И будут Либо пытаться Сажать В тюрьму Его детей Чтобы он Отвалел Отсюда И заткнулся Либо Я не знаю Что еще Будут Делать Но Они Будут Пытаться Всеми Силами Подлыми И тому Подобное Пытаться Достать До него И до его Ближайших Сотрудников Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Ой Спасибо Наконец Дозвонилась У меня вопрос К Леону Я являюсь Подписчицей На Блог Леона Но Последнее Время Меня Кормят Под Его Именем Как бы У меня Кормят Какими-то Кулинарными Рецептами Вы знаете Что я сделаю И когда Это кончится Очевидно Речь идет К рекламе Я гарантирую Вам Что это Не я Да Я согласна Но Кто Если Вы что Кулинарному Рецепту Никто В этом Быть Не стал Вы знаете Я честно Я просто Не знаю Что с этим Делать Это Каким-то Образом Они подсаживаются На чужие Серверы И начинают От имени Посылать Это все время Происходит К сожалению Ну что делать Я не знаю С этим Бороться А у вас Лоу Глоу Глоу Гин Вот Это Вот У меня Все время Приходили Ваши Репортажи Да Я понимаю Но Я настолько Не специалист В этом деле Насколько я знаю Это повсеместное Дело И от имени Кого-то из моих Друзей Приходит Там Видео Аудио Обращение С его Почти его Голосом Пожалуйста Пришли Туда Делег Срочно Меня арестовали И тому подобное Приходит От него С его Имейла Поэтому Как это делается Я не знаю Но как это делается Так что А мне то что делать Ну открываете И тут же закрываете Ну и вычеркиваете Это я понимаю Так я хочу Ваши репортажи слушать Не знаю Я не знаю Что вам сказать Я не знаю То есть вы хотите Сказать Что Приходит Что-то другое А мое Вообще Не приходит Давайте послушаем Следующий звонок Потому что До бесконечности Будем разговаривать Выяснять Что это Где это Я так и не понял На самом деле Если это на ютюбе Тут вполне возможно Вставляют рекламу Ютюб Это нормальная практика Никуда от этого не деться Добрый день Пожалуйста Алло Здравствуйте Сереж Ну дозвонился С Филадельфии Ну вот Я два момента Просто скажу Первый Когда мы голосовали У нас В нашем участке Все классно У нас стоит Великолепный компьютер Никто не касается Ничего Расписался Проверили Зашел в кабинку Засунул бумажку Бумажка распечаталась Все проверил И послал И возникает вопрос Сразу В такой нашей Великой Технологической Стране Где-то на других Участках Тут же рядом С Филадельфии Вручную Заполняют И потом Всякое Может случиться Но я С вами согласен Что на участках Там Мало чего Там подделывают А вот Создать Организационную Работу По заполнению Предварительных Бюллетеней Это вполне возможно Я бы сам так сделал Вот И Например Наши младшие Братья Они всегда Хорошо организуются Их можно было Посадить Они заполняли Все Помогали бы им И это количество Реально И И легальных И нелегальных Бюллетеней Будет столько Сколько нужно Для того Чтобы Убрать Этого Ненавистного Им Президента Вот Сегодня У меня Такое Было Открытие Потому что Мы тут Обсуждали Джорджию И Там Одна Активистка Очень известная Та Которая Знаете что Я должен вас Прервать Поскольку Времени Не остается Спасибо большое За Короче Посадили Написали И Отослали Да Вообще Удивительная Вещь Есть Силиконовая Долина Столько Специалистов А банки делают Или там Онлайн Происходит Миллиарды Операций Финансовых Правда Ведь Миллиарды Операций Финансовых Там В минуту Происходят А вот Очевидно Не заинтересованы Они в такой Системе Которая бы Позволила Буквально Моментально Высчитывать Просчитывать И выдавать Результат Кто-то В этом Не заинтересован Я подозреваю Что за этим Стоят Большие Деньги Большие Интересы Потому что Давно Бы уже Сделали Так Чтобы Это Можно Было В одну Минуту Каждый Проголосовавший Голос Учтен Туда Сюда Все И в итоге То есть Все Происходило Бо в реальном Времени С учетом Возможностей Современных Технологий Но Кому-то Это Очень Не нужно У кого-то Должна Быть Возможность Потом Подвозить Бюллетени В машинах Выбрасывать Если Для того Чтобы Зайти В Самолет Я должен Предъявить Паспорт Не один раз Для того Чтобы Что-то Такое В банке Расписаться Мне Покажи Своё Удостоверение А Почему В том Месте Котором Где решается Судьба Государства По большому Счету В огромном Количестве Штатов Даже Не нужно Говорить Кто Ты Что-то Просто Зашел Сказал Я У вас Тут Голосую Моя Фамилия Чутькин Взять Бюллетерий Проголосовать Почему Этого Нельзя Дел Почему Это Называется Если Ты Так Делаешь Что Ты Расист Если Спрашиваешь Почему Расист Люди Которые Так Говорят Считают Что Наверное Черные Они Такие Глупые Что Они То есть Ты едешь На машине Ты не можешь Без прав Ездить А второе Конечно Бардак Что В Калифорнии Сейчас Я не знаю Прошло Уже Не прошло Но Есть Предложение С 17 лет Чтобы Могли Голосовать А не С 18 Понятно Так что Люди Которым 17 18 19 И ничего Еще Не вложили Ничего Не сделали Ничего Не понимают По большому счету Им Кто-то Задурил Голову Чем-то А они Потом Идут И голосуют За что Сколько денег У нас Отнимать Или Выбирать Президента Который Пойдет На войну Или не Пойдет На войну Совершенно Непонятно Как это Все Продумано Таким образом Но Понятно Что Есть Люди Или Организации Которые Не Заинтересованы В том Чтобы Эта Ситуация Изменялась И улучшалась Леон Огромное Спасибо Как всегда Очень интересно Познавательно И до Следующей Встречи Спасибо Большое Редактор субтитров